Скажите, для вас имя Корнея Чуковского с какой книжкой, прежде всего, связано? С каким текстом? Ну, первая, которую я помню отчетливо, это, наверное, «Чудо-дерево». А с рисунками Канашевича. Канашевич, конечно. Которую я почему-то в детстве ненавидела. А первая настоящая любовь моя к Чуковскому, это, конечно, мой датыр. А так, да? Да. А я первая для меня детская... Ой, и еще, конечно, Ваня Васильчиков. Ну, крокодил. Крокодил. А для меня первая детская, это «У меня зазвонил телефон». Я думаю, это вообще первая фраза. Вот ребенок родился, сначала какой-то неясный гул, свет. Это вот мир вокруг, какие-то большие лица склоняются, делают ему руками так. Мама, папа, а потом «У меня зазвонил телефон». Кто говорит слон? И всем известно, что когда я звонил телефон, а телефон у нас вот вплоть до сотовых. Кто говорит слон? И откуда я отправляю? Это первое. А главное для меня, это уже для взрослого состояния, это совершенно изумительная его книжка «Высокое искусство». Про перевод. Да, да. Ну, понимаете, там, то, что сделал Корней Иванович, оно как бы не только всегда с нами в разные возрасты разные, но дело в том, что в последнее время, благодаря усилиям Елены Цезаревны и других ученых, там, литературы ведов и просто почитателей, о Чуковском не то, что не забыли, а сейчас идет новая волна интереса к Чуковскому. И прекрасно, и замечательно, и пусть идет. А мне просто именно поэтому хотелось поговорить про Лидию Корневну, которая как бы так вот устоялась на своем месте в пантеоне русской культуры. Она там стоит, но ее так немножко сейчас, как бы луч света туда не направлено. Мне кажется, что он всегда должен быть направлен и на нее тоже, потому что она очень-очень крупная фигура. Абсолютно. Вообще, это совершенно замечательная семья, и я очень рада, что она всегда с нами. Она в культуру вошла, и она с нами всегда. Вы удивитесь, да и мы, в общем, тоже удивлены, но это программа «Школа злословия» на канале НТВ, и мы, ее ведущие, странно, но вот это вот Татьяна Толстая. А это что, совсем уже поразительно, и ни в какие ворота не лезет, а в Доди Смирал? А в гостях у нас сегодня Елена Цезаревна Чуковская. Здравствуйте, Елена Цезаревна. Здравствуйте. Мы страшно счастливы, что вы к нам пришли. Елена Цезаревна легендарный человек для нашей культуры, как вся ваша семья. И вы, как, как вам сказать, как держатель духовных акций этой семьи. Потому что связь Чуковских со всей русской литературой, она, так сказать, не подлежит даже обсуждению. Потому что все это знают. Но вот у меня первый вопрос, если можно, будет такой диковатый. Ладно? А как это, чувствовать себя внучкой, как бы русской культуры в целом? Ну, начинала я с того, чтобы ни в коем случае не чувствовать себя внучкой. Выбрала такую профессию, чтобы не иметь никакого отношения к литературе. И долгие годы занималась этой профессией. Химии? Химии, да. Я проработала 34 года в Институте элемента органических соединений. Совершенно не в качестве внучки. У меня была специальность, были статьи по работе. Ну, и были соответствующие занятия. А вы это любили? Да. Мне это было очень интересно. У меня была в конце уже большая группа. Да, мне было интересно заниматься наукой. Но постепенно, где-то к 60-м годам, стало складываться такое положение, которое втягивало меня в литературные помощники, я бы сказала так. Во-первых, Корнеев Иванович привлекал меня к подготовке Чукоколы. Затем моя мать, Лидия Корнеевна, теряла зрение и приходилось много помогать ей, просто технически, я бы сказала. Затем, вот в 65-м году я познакомилась с Солженицыным и тоже оказывала ему какую-то техническую помощь. И так постепенно я втянулась, ну, в такие вспомогательные, я бы сказала, литературные занятия. Но потом случилось так, что после смерти Корнея Ивановича я оказалась наследницей его огромного архива. И вот это меня совершенно сбило с ног, конечно. Мне пришлось резко уменьшить занятия профессии, разбираться в архиве, заниматься публикациями. То есть Корнея Иванович все-таки, вот уже находясь по ту сторону, добился своего... Да, вот по ту сторону. Да. И так постепенно, все больше и больше, я занималась архивами, публикациями. И в 88-м году ушла с работы окончательно. И тут это совпало с перестройкой. Я часто думаю о том, что все, о чем мечтали при мне и Корнея Ивановича, и Лидия Корнеевна, что они мечтали напечатать, сказать читателям, все это им не дали. Или многое не дали. И все это сейчас просто требует только труда, а возможности полные. Ну уж, и при этом, конечно, это удивительно, что у вас большая семья, ширина тоже. И вот как-то вы были судьбой выбраны для того, чтобы иметь и возможность, и желание, и умение все это, всем этим заниматься и все это публиковать. Потому что, насколько я смотрю, это грандиозный совершенно труд. Я просто снимаю все шляпы. Ну, много действительно забот. У Корнея Ивановича действительно очень большая семья. Пятеро внуков было нас. Но все занимались... У всех были другие профессии. И так получилось, что вот все это пало на меня. У вас тоже была другая профессия. Но у меня не было детей, не было занятости семьей. И поэтому я вот погрузилась в бумаге. Можно я... Мы сейчас будем говорить про интересное, про литературу. Но можно я сначала удовлетворю свое любопытство? Я помню, был момент, когда только вышли дневники Чуковского первый раз. И я знаю, что для большой довольно части интеллигенции они были чтением шоковым. Потому что, привыкнув видеть в Корнея Ивановича человека бесконечно приветливого, ласкового и так далее, они вдруг увидели в общем мрачного мизантропа. Жалующегося, сердитого, желчного и так далее и тому подобное. Я знаю людей, для которых это было просто каким-то внутренним ударом. Потому что, видимо, тот образ, который они себе нарисовали, совершенно не соответствовал тому, что было на самом деле. А, Валя, нужно было такое, что нарисовать, когда уже существовали публикации, которые показывали как раз всю сложность Корнея Ивановича как личности. А не просто добрый дедушка Корнея, сейчас он выйдет и пастилой одарит всех вас малышей. Абсолютно. У меня-то это вызвало как раз неописуемый восторг, потому что как раз видна вот эта сложность и глубина личности. Я при этом думаю, вот чисто по-человечески, каково было вам с Корнеем Ивановичем, который был человек желчный и жесткий, и с Лидией Корнеевной, которая была, ох, какой жесткий человек. Ну, Корнеев Иванович не был человеком жестким. Лидия Корнеевна в своих воспоминаниях назвала его мастером отчаяния. Он действительно впадал в отчаяние. Античное такое, да. У него менялись настроения, но он, в общем-то, был человеком все-таки радостным, общительным и довольно легким, как мне кажется. Лидия Корнеевна была совсем другим человеком, но очень цельным. И в каком-то смысле с ней было просто. Не всегда, правда, но она с ней была всегда все классно. Она была действительно очень требовательная, но это неплохо и нужно быть требовательным. Но когда она была не снисходительна, как кажется. Да, она не была снисходительна, это вам кажется правильно. И что в этом плохого? Я очень хочу понять, каково было быть дочерью Лидии Корнеевны и служить Лидии Корнеевны. Вот этому действительно вы говорите, что в каком-то смысле просто. Да, я понимаю. Потому что можно предсказать, как она будет реагировать. Но с другой стороны, это же мама. А пожалеть? А сказать, ты не права, но мне все равно тем жалко. Ну, конечно, были споры. Конечно, я ее всегда очень жалела, потому что всю жизнь, сколько я помню, мама тяжело болела. У нее был базет, еще до войны ей делали операцию. Был порог сердца, она очень плохо видела. Так что она всегда работала через силу. И поэтому мне всегда было ее в этом смысле очень жалко. Но она была человек очень внятный. Вот в ком у нее было никакой двойственности. Ее мир был разделен на друзей, которым она верила и которым она служила. И остальное человечество, которое... Хорошо. Вот если так был разделен, тогда у меня вопрос. Потому что я не могу понять это из трехтомника. Она все-таки простила Ахматову или нет? Ну, она очень любила ее и ее поэзию. Ну, я думаю, помнила обиду. Всегда помнила, да? Ну, это... Думаю, что отчасти что простила. Потому что я хочу напомнить, что ташкентские тетради напечатала не она. Да, нет, это я понимаю. А они напечатаны посмертно. Она так и не решилась печатать их. И, в общем, для себя не приняла этого решения. И уже когда... Видите, записки об Ахматовой при жизни у нас в России печатались только в Неве. И там не было ташкентских тетрадей. То, что она напечатала. А когда стали печатать книжку уже после похорон, то я решила, что надо эти тетради либо уничтожить, либо напечатать. Потому что что хранить? Я вот такой вопрос, в связи с этим хочу задать. Вот вы говорите, решение было либо уничтожить, либо напечатать. А вот это прям пугающе звучит, да? Уничтожить. Вот представьте себе, чтобы не было... Выгодите, выгодите. Вообще, вот когда на вас сваливается такое наследие, какая там ответственность именно в этом плане? Выгодите уничтожить. То есть вам приходит в голову, что некоторые вещи лучше бы скрыть навсегда от человечества. Ну, я могу только забегая вперед сказать, что я не уничтожила ни одной страницы. Но порывы у вас были. Порывов у меня не было никаких. Вот у меня были сомнения как раз насчет ташкентской тетради. Именно потому, что я наблюдала ряд лет, как Лидия Корнеевна колебалась, думала туда поместить, сюда поместить, никуда не помещала. Я начала с того, что прочитала, она мне завещала свой дневник, и все, что она об этом писала и думала, напечатано во вступлении к ташкентским тетрадям. Я пыталась понять, чего она хотела, собственно говоря. Но там нет решения. А если бы ее была специально выраженная воля, там, после моей смерти уничтожить то-то и то-то, вы бы ее выполнили? Обязательно. Правда? Обязательно. Это интересно. Я помню, что у меня один раз возник спор с Мариэтой Чудаковой. Мы где-то... Как раз была презентация дневников. И что-то говорили на близкую тему, и я сказала, что вот как странно, в литературном наследстве блоковском напечатан, сфотографирован конверт, на котором рукой блока написано «После моей смерти жить». И дальше пишется «В конверте оказался». Там Логан, Любовь Дмитна, я уже не помню, что оказалось в конверте. И мне это показалось ужасным безобразием. То есть, если была высказана воля... А что же он сам не... Это очень интересный и сложный вопрос. То есть, вы бы, скажем, если бы вы были наследником Кавки, то Кавки бы у нас не было. Если бы он написал женщине... Ну, нет, он просил своего друга уничтожить. Да. То у нас не было бы Кавки. Не было бы Кавки. А как бы мы жили без Кавки? Ну, это, как теперь говорят, это ваши проблемы. Я бы не выполнила... Это воспитание Лидии Корнины. Ну, это вот Лидии Корнины, которая проглядывает... Нет, я могу сказать, что... Честность не всегда, мне кажется, нужна. Вот, например, могу сказать, что в тяжелые времена Александр Исаевич посылал мне какие-то поручения, где были упомянуты имена или конкретные какие-то обстоятельства. И ставил такие крестики, что вот по прощению сжечь. И я всегда сжигала эти письма. У меня никогда не возникала идея, что нет, я их сохраню. И, кстати, вот в результате невыполнения такой просьбы Солженицына, Солженицына, как мы знаем, был конфискован архипелаг, который он просил уничтожить, хранителя. И развернулся весь этот огромный скандал. Поэтому, поскольку автор отвечает за свои... Он отвечает за то, что он пишет. А не мы все. Вот. Поэтому ему и решать. А поэтому автор не имеет права, мне кажется, если рассматривать это, да, но это сложный такой шахматный доска с фигурами, но если рассматривать с точки зрения личной ответственности, автор не имеет права никого не просить, не заключать договоры, не настаивать, ни тем более двусмысленные такие вещи. После моей смерти, вот сделайте, после твоей смерти нет тебя. А потому что это перекладывание ответственности. Представляете, да, ответственность. Это твоя ответственность, сам пойди сам. Представьте себе, с Кавкой, по-моему, наиболее поразительная вещь. Существует гений? Еще, в общем-то, он очень глубокий, потому что... Ну, потому что это там еще не... Там не вполне ясная душа, а такая на грани сумасшествия, я бы сказала. Что крайне важно, мы все ходим на грани сумасшествия, а многие вот одной ногой даже там. Непонятные вещи, такой 20-й, 21-й век, и, может быть, 22-й, такое безумие, уже безумие крылом, страшно важный для всего 20-го века и 21-го. Просто в некоторых случаях спасительный круг, объяснение чего-то, что иначе ты стреляешься от того, что не можешь... И вот это спасение, это, я бы сказала, даже лекарство, оно кому-то... Человек не понимает, что он создает. Это не он создает, это ему создают. Это, так сказать, Господь желает открыть что-то через него. Вот он открывает через него. И он легкомысленно думает, я не так написал, мне стыдно за то, что концовочка там не получается, не дотянул, как все пишущие знают. И он, ну, я не знаю, не знаю, что с этим делать. Вот ты давай реши, ты, ты. Вот, ну, там, Макс Брод, вот сделай за меня, я умру, а ты уже, да, сожги. Что ж ты сам-то не жёг? Ты, извини меня, Господь с тобой разговаривал с горы Синай. А ты передаёшь это кузену, можно сказать, разберись. Кузену. Ну, условно, литературному кузену. Ну, вы знаете, это вопрос о том, выполнять завещание или нет. Ну, вот это и да, это вопрос. Я считаю, что надо выполнять. Что всё-таки воля, что автор написал, если он недоволен тем, что он написал, если он думает по-другому. Пусть он и сам и жжёт. Ну, сам, ну, вот, например, Лидия Корнеевна не могла бы сжечь, предположим. Ну. Не могла бы просто по условиям. Ну, и может, и Кавка не мог, может, он болел, я не знаю, почему он сам и жжёт. В том-то и дело, что это была часть безумия. Была часть безумия, невозможность это сделать. Но можно ли слушать, можно ли слушать завещание безумного человека, если он сам не был в силах? Ну, понимаете, известно, что безумного человека слушать не надо. Ну, это другое дело. Но кто определит? А Лидия Корнеевна была верующая? Нет. Нет, да? Совсем? Как и Корнеев Иванович. Как и Корнеев Иванович. Совсем? Ну, Корнеев Иванович был неверующим. Но он хотя бы был воспитан в вере. То есть он, так сказать, в этом вырос и знал уклад. Вот. Лидия Корнеевна, нет, она была неверующая. А вот при такой близкой дружбе с Ахматовой, ведь Ахматова была не только религиозной, но очень мистичной. Ахматова, и Ахматова, и Тамара Григорьевна, с которой дружила мама, была тоже глупо верующим человеком. Да. Ну, вот так кому-то дано, кому-то нет. Нет, я не это хотела спросить. Она обсуждала это с ней? Да. Они пытались ее переверповать? Ахматова, по-моему, не пыталась. А Тамара Григорьевна, ну вот это даже у мамы написано и сейчас уже и напечатано. Да, сказала, пыталась с ней поговорить и что-то объяснить, но как-то они в этом смысле не поняли друг друга. Но это обычно не получается. То есть попытки, когда человек верующий пытается в свое хорошее затянуть вот того заблудшего. Я понимаю, но просто дело в том, что Ахматова все-таки имела довольно долгое время такое влияние на Лидию Корнеевну. Ну, это все-таки она имела влияние как поэт. Да, мне кажется, что Лидия Корнеевна, судя по запискам, была такой стойкий человек по отношению к тем манипуляциям, которые производила Ахматова, она это видела. Поначалу она поддавалась этим манипуляциям. Но она видела, нет, она видела, что это манипуляция, но она... Она не сразу этого видела. Но она довольно... Дашкент как раз был переломом. Не-не-не, до того. И до того. Не знаю. Мне кажется, что просто она умела поразительным образом, несмотря на манипулятивность Ахматовой, видеть в ней то большее, то великое, что нужно было. Конечно, конечно. И потом она очень сочувствовала. И она была младше и считала, что она... Ну, хорошо, но там вот есть вот по поводу манипуляции. Да, она видела манипулятивность. Тем не менее, взгляд Лидии Корнеевны на Пунина, да, абсолютно полностью срежиссирован на Ахматовой. Выходят дневники Пунина. Да. И образ Пунина в русской культуре... И замечательный. Мой, фантастический. Который меняет все. Лидия Корнеевна при этом наружении всех записок смотрит на Пунина исключительно глазами Ахматовой. Ну, а как она могла на него смотреть? Так вот, это... Ну, она с ним не жила, Ахматова жила. Это к вопросу о том... Нет, она не только не жила, она с ним и, в общем-то, и не общалась тоже к тому моменту, когда она познакомилась с Ахматовой. Они развелись. Корнеев Иванович, если я смутно вспоминаю по дневникам, Горький очень, по-моему, враждовал с Пуниным в 20-е годы. И Корнеев Иванович, по-моему, тоже к нему относился довольно скептически. Лидия Корнеевна просто его не знала. Значит, она повторяла, приходя к Ахматовой, она повторяла то, что слышала от нее. Я думаю, что так. Елена Цезарьевна, а как дед относился к вот этому противостоянию Лидии Корнеевны, к этому ее, в общем, диссидентству, такому стойкому... Как принято говорить, сложно и противоречиво. Вот как это было? С одной стороны... Он не говорил, ой, Лида, ну опять! Ну, вообще, есть его письмо, где он очень язвительно пишет по поводу одного выступления Лидии Корнеевны в Союзе. Лидии Корнеевны в Союзе писатель, потому что она еще до того, как ее выгнали, она еще выступала на собраниях, и это вызывало какие-то нежелательные тоже реакции. И он там пишет, что ты пришла в публичный дом и уговариваешь, значит, девок вести себя иначе. Он проповедует дев. То есть очень пишет, очень язвительно, понимая ее правоту, но не всегда разделяя ее образ действия. Вот я бы так сказала. Потому что сам он был совсем другим человеком и действовал по-другому. Ну, то есть он, понятно, он считал, что погибать ради негодяев не стоит того? Ну, он не считал, что не стоит. Он был первым, который восхищался Софьей Петровной. Первому ему, кстати, мама давала свои записки, когда начинала их писать, и именно он как-то ее поддержал с тем, чтобы она продолжила это. Так что его мнение для нее было очень важно, но литературное. Но вела она, конечно, себя уже посвоила. Я понимаю. А вот Корней Иванович, как это? Вот он думал при этом, что это вот я воспитал вот этого, так сказать, стойкого героя, идущего? Нет, я думаю, что он не думал, потому что все дети были разные. Так что, нет, он не думал, но он и не боролся. Так, он иногда ужасался, но не боролся. То есть он не считал, что она ему создает проблемы? Нет. Нет, во всяком случае, такого не было с его стороны. Вот прямо высказанного. Хотя, я думаю, что опасения у него были, конечно. Например, именно он вообще ее спас, заставив уехать в 1938 году из Ленинграда настойчиво. Так что он иногда вмешивался, но не очень, не твердо. А потом, я думаю, что он, помня вещи, которые и с ним происходили, не только с теми, кто жил вокруг, понимал, что иногда это зло бывает именно так по-кавкиански и рационально. Например, когда его детскую литературу Крупская отравила со всей этой кампании? Нет, ему не надо было и Крупскую вспоминать и в 1965 году, вот если взять его дневник. Он не мог действительно издать свое собрание и пишет, что горько видит, что все надежды Белинских и Чернышевских ничего не дали. И мы наблюдаем полицейщину. У него он был с близких взглядов, просто он действовал по-другому и жил по-другому. А вам нравится книжка Лукьяновой? Ну, я хорошо к ней отношусь, да. Мне кажется, что она проделала, что она собрала все, что было к этому времени уже известно и напечатано, и объединила эту биографию, достаточно нецельную в представлении читателей. Да, просто дело в том, что тем, кто интересовался Корнеем Ивановичем, и те, кто, например, хорошо знает его дневники, да, как раз все время кусаешь губы и говоришь, ну, хорошо, но это я знаю, это я читала. Ну, да, ну это... А еще? Ну, еще. А где взять еще? Ну, вот сейчас выходят письма, но книжка вышла до того, как... Конечно, будут... Корнеем Иванович был, собственно, связан со всей литературой своего времени, по мере того, как будут печататься материалы. У нас же очень, как мне кажется, странное отношение вот к этим годам, 50-м, 60-м и так далее. Они мало освещены, гораздо меньше, чем какой-нибудь Серебряный век. О, да, да. То ли потому, что еще живы люди, и что-то... Не знаю почему, но когда это время как-то проявится больше, тогда и будет более... А никто не знает, как к этому подходить. Дело в том, что как раз... Вы понимаете, Серебряным веком дело даже не то, что люди живы, а дело в том, что в каком-то смысле наши времена мало отличаются от этих 50-х, 60-х. То есть мы не знаем, что будет завтра, мы не знаем, что нам запретят, мы живем более-менее на той же территории, не совсем с тем же... Серебряный век уже пройден, а точка кипения. Он закончен, да, все. Мы можем договориться. Нет, он просто... Там лежат такие камни тяжелые, чтобы стать у нас гроба не мог. Понимаете, там есть Первая мировая война, более-менее его пришивала, затем революция, и все. Закрыт Серебряный век, а уж золотой совсем похоронен. Это другие люди в другое время. Елена Александровна, вот скажите, вы же можете реконструировать собственные детские воспоминания? Не нынешние, а вот детские впечатления. Вот вы в детстве видели Ахматова, вы видели Пастернака. С точки зрения ребенка, какие они были? Кто из них вообще вас видел и замечал? Вас как ребенка? Ну, меня Ахматова меня не очень замечала, потому что когда мама ходила к Ахматовой, вот я, придя в музей, сразу вспомнила эту квартиру. Меня обычно не брали с собой в квартиру, а я сидела в садике. Поэтому я не могу сказать, как Ахматова воспринимала меня и как я ее воспринимала. Вас оставляли там, да? Меня оставляли внизу, мне было тогда, соответственно, 8 лет. Потом я видела Анну Андреевну. Она же приехала к нам в Чистополь, мы вместе ехали через всю страну. Потом я видела ее в Ташкенте и много видела в Москве. Но это уже было взрослое. Это уже ваша юность, да? Нет, это уже даже и более того. И вот там она стала замечать вас как вас? Нет, пожалуй. Нет. Нет. Нет, она, наверное, была такая вот. А Пастернак? Ну, тоже, я думаю, нет. Ну, то есть, опять же, он был сосед по переделке, но мы друг друга, так сказать, знали в лицо. Я приходила, вот у меня угораздило, мы ходили с Корнеем Ивановичем поздравлять его с Нобелевской премией. Я помню эту фотографию. Да, и там у него сидели какие-то журналисты, и вот, значит, я попала на эти фотографии. Ну, это, в общем, был достаточно частный случай. А кто вам нравился в детстве из литературных друзей матери? Ну, Александра Иосифовна. То есть, те, с кем она работала, кто были как бы членами семьи. Я бы не сказала, что я в детстве так смотрела на крупные писательские имена с интересом. А Маршака вы помните? Маршака я не помню. Просто до войны не помню. Потом его тоже видела просто. Один раз, по-моему. А в эвакуации, вот сначала в Чистополе, да, а потом в Ташкенте. В Чистополе мы были очень недолго, буквально несколько месяцев. А в Ташкенте мы жили, в таком доме, прямо над нами, жила Елена Сергеевна Булгакова. А по соседству, вот это был писательский дом, там жили Ивановы. Потом там жила семья Уткина, которая называлась Мачуткина и Утя Уткина. Это сестра Уткина. Там жили Погодины, Верты, в большом доме. А мы жили во Флигеле. Вот мама выше Елена Сергеевна, а в соседней комнате брат Надежды Яковлевны Мандельштам. Это Евгений Яковлевич, да? Это, по-моему. Ну, я сейчас тоже не помню. Я занималась зоопарком, у меня были утки, там собака. Я бы не сказала, чтобы я искала какие-то знакомства с этим. Я понимаю, мне как раз интересно, как это видится мельком. Именно такие впечатления. У меня были свои совершенно другие интересные. Елена Сергеевна, скажите, а вот, соответственно, 60-е и 70-е годы, когда Лидия Корниевна, как вы подчеркиваете, не будучи правозащитницей, не будучи диссиденткой, а будучи вообще-то литератором, просто человеком чрезвычайно совестливым и стойким, но фактически была вовлечена в диссидентское движение, была одним из его столпов, так или иначе. Так получилось в связи с ее литературной работой, в связи с ее позицией. Вы химик. Вы просто помогаете, так сказать, своим родным и любимым справляться с их непосредственными литературными трудами. При этом эти непосредственные литературные труды так или иначе коррелируют с политическим противостоянием. Каково было вам, например, в вашем институте? Вы знаете, в институте меня не трогали совершенно. Вот просто я ничего не могу сказать плохого про институт. Там никаких попыток меня призвать к порядку, осудить, выгнать или проработать просто не было. Правда, я никогда в институте не затрагивала никаких литературных сюжетов. И так тянулось. Потом я сама задумалась об этом. У меня была аспирантка, которую я очень любила, и к которой очень хорошо относилась. И как-то мы с ней ехали на какую-то конференцию. Это было после того, как напечатали Булгакова. И она мне говорит, знаете, Лена Цезарьевна, оказывается, бывают такие случаи, когда писатели пишут, а их не печатают. Она была из Костромы. Я как извините, я встреваю ваш разговор. Но вы мне сказали, что они хорошо относились. Я сначала сижу и думаю, люди какие хорошие. Всё-таки вот бывают хорошие люди среди людей науки. А потом думаю, ну они настолько невежественные, что они не слыхали никогда. Это им даёт возможность быть хорошими. Спасала ли их, права я, или это холодный цинизм? Спасала ли их незаинтересованность в этих темах? Нет, заинтересованность тогда в академических институтах в темах была огромная. Все, кто работал, знают, что все сотрудники выписывали все журналы. За всеми чаепитиями всё вообще обсуждалось. У Капицы устраивались какие-то выставки. У нас в институте тоже шли какие-то просмотры. Нет, это не заинтересованность. Я думаю, что не было, насчёт меня просто не было чётких указаний, допустим. А инициативы никто не проявлял. Что уже есть высокая порядочность. Да. Вот эта аспирантка, вы ей ответили? Нет, я ей, нет, а что мне было ей отвечать? Это был её вывод, сделанный на основании напечатания мастера Маргариты. Но для себя я подумала, что это уже крайность. Бывают случаи, да. Да, это уже крайность. Поэтому эти как-то не пересекались, эти отправления. То есть, хорошо, все, ну а когда вы стали... Я не приносила на работу никаких самоизгадских книг. Ну, приносила, конечно, друзьям, но тем, с которым я дружила. А так, в общем... Не вывешивала, не вывешивала. Я поняла, что... А вот уже во время, когда вы помогали Солженицыну... Ну, это было тоже время всё. Да, да. Это всё было, конечно, в 60-е годы. Вас дёргали или нет? Вы знаете, меня дёрнули один раз очень даже сильно после его высылки. Дело в том, что... А до этого нет. До этого нет. До этого абсолютно нет. Ну, может быть, наоборот, наблюдали за вами. Может быть, наблюдали. Какие связи. Да, и наблюдали, и какие-то газы себе печатали. Но когда, значит, его выслали, то он получал Нобелевскую премию. Уже была эта церемония в 74-м году, по-моему, в декабре. И я решила, что не поздравить было бы просто очень странно. Поэтому я пошла на телеграф и послала телеграмму поздравительную. Такую абсолютно никакую. Вот, поздравляю вас в дни вашего заслуженного торжества, что-то такое. Вот. И это уже, очевидно, показалось чересчур. Совсем обнаглело. Обнаглело вообще. А вы представляете, там вот сидят эти самые полковники, или майор, говорят, не, ну, Люша совсем просто обнаглела. Ну, что мы терпим, терпим. Ну, вот это вот, ну, надо вот. На центральном телеграфе вышла прямо напротив дома. Мы же рядом тут. Ну, что за хамство? А до 100 телеграмма приедут или нет? Ну, телеграмма не дошла. Какая прекрасная. Вот. Но на следующее утро... То есть дошла, но не туда. На следующее утро мне позвонили и сказали, что с вами говорят из комитета государственной безопасности. Я сказала, здравствуйте. Ну, наконец. Ну, вот мы вас приглашаем приехать. На беседу. А, собственно, зачем поинтересовалась я? Ну, в общем, мы долго так припирались. Значит, я... Вы к нам или мы с вами? Мы сказали, что... Да. К нам они предложили приехать. Я сказала, что это было бы нежелательно. После этого они сказали, что вы хотите, чтобы на вас завели дело. Как будто оно не заведено. Ну, в общем, в конце концов, я как-то устала, значит, припираться. Сказала, что я не скорая помощь и на телефонный вызов не выезжаю. А, действительно? Порисовала трубку. Это же нахальная семьяка. После чего действительно наступили довольно неприятные времена. А вот что они с вами делали? Ну, они звонили, пугали, говорили, что мы вас схватим на улице. Я сказала, что я буду громко кричать и созывать прохожих. Ну, отвечала я, что попало. А боялись или... Боялась, конечно. Боялась? Конечно, боялась. И так вы в итоге у них там ни разу и не были? И так я в итоге ни разу и не была. Считаю, что что мне, собственно, там делать? Потому что столько уже собрано там материала на меня, как мне было известно. Что просто... Ну, какие могли быть разговоры? Ну, просто они им полагаются, я так думаю. Полагаются. Вот если объект пошел в разработку, то встретиться, спросить, то спросите это. У них же работа такая, по-моему, все прочее. Ну, да. Надо же... Я-то как раз просто не представляла себе, что бы я стала сообщать по затронутым поводам. Так, они звонили, угрожали. Что-то еще или нет? Нет. То есть на работу ничего? Ничего, в конце концов, меня с работы не выгнали, я сама ушла. Ничего вообще не произошло. Абсолютно ничего. Так ничего не было. Прекрасно. Надо было, кажется, телеграмму давать прямо. Лубянка. Александр Исаевич, что за них. Передайте там, Александр Исаевич. Да. Что я вам поздравляю. Ребята, передайте, Александр Исаевич. Ага. Да. Скажите, а Лидия Корневна, когда, так сказать, она увидела, что вы вовлечены во всю эту историю, во всю эту жизнь, она пыталась вас оградить или, наоборот, она совершенно спокойно делала из вас такого помощника? А что, собственно говоря, от чего ограждать? От жизни нельзя оградиться как-то. Это уже была жизнь. Как она сложилась. И совершенно не случайно, в общем-то, я выросла в квартире, опечатанной сургучом, когда арестовали моего отчима. У нас дома хранилась вот книжка отчима вашего, Матвея Бронштейна, «Солнечное вещество». Да. И я, по-моему, ее не читала. Она была по физику популярная. Да, да. Мой папа просто говорил мне, он показывал эту книжку, я помню, и говорил. Вот этот человек был гений. Терешка Шоу. Да, когда вышло «Солнечное вещество», когда выступал Алферов, вот наш Нобелевский лауреат по физике, то меня очень тронуло, что он рассказал, что когда ему было 9 лет, то его мама, работавшая в библиотеке, принесла эту книжку «Солнечное вещество», которую надо было изъять, так как уже к этому времени Матвей Петрович был расстрелян. Она ее принесла домой, Алферов увлекся по этой книжке физикой, и вот вспомнил об этом. Сейчас он руководит как раз тем самым институтом, где работал Матвей Петрович, там висит его портрет. Как-то где-то там в комментариях, что ли, ну, в общем, где-то в записях Лидии Корневны я так рассмеялась. Дело в том, что мой другой дед Владимир Александрович Рудный, вот в котором они соседствовали, он Лидию Корневну обожал, он на нее молился, он считал ее святой. И Лидия Корневна даже у него на антресолях, там время от времени хранила какие-то нужные бумаги ей, скрытные бумаги. И он совершенно, и ради Лидии Корневны он готов, а он тоже слеп, но не так катастрофически, как Лидия Корневна, но он прекрасно понимал, что происходит. И ради Лидии Корневны он готов был идти на край света и так далее. Он пытался служить ей так, как Лидия Корневна служила, там, Ахматовой и так далее. И потом я нашла где-то чрезвычайную ее пренебрежительную запись о Рудном. Ну, такую, как бы между делом. Я-то, так сказать, меня это никак не задело и так далее, но я просто усмехнулась про себя и подумала, господи, какое счастье, что дед этого не увидел. Он, наверное, разрыдался над этой записью. Вы знаете, с записями надо быть вообще очень осторожным. Я могу сказать, что, как мне казалось, мама очень хорошо относилась к Рудному, Лидии Федоровны. Это были и близкие соседи, и близкие друзья, и всегда она ценила его мнение, его помощь. А, понимаете, человек пишет в каком-то настроении, под влиянием минуты. Я это просто вижу по дневникам тоже. Он много чего не пишет, да. А вот в какой-то момент вот его что-то расстроило, он это записал, потом это печатается и остается, может быть, единственной какой-то точкой отсчета. Вообще это неправильно, на самом деле. Конечно, что написано пером, не вырубишь топором. Но ведь в таких случаях, если писатель пишет портрет, тогда он в этом портрете может высказать и свое отношение, и такое, и другое, и всякое. И второй вопрос, я не знаю, так сказать, удобно ли это, да, потому что он до какой-то степени личный, конечно, вопрос. Совсем не вижу, не понимаю образа, личности вашей бабушки. Мария Борисовна, да? Да. Звали, жены Корнея Ивановича. Она кто? Она какая? Она мать всех этих бесконечных прекрасных детей? Да. Она прожила достаточно долгую жизнь. Она кто была? Я совсем не могу. Она, ну, последние, вот в 49-м году, ну, это я с конца начинаю, у нее произошел удар, и последние лет шесть она просто в очень тяжелом состоянии жила, тяжело больна, с трудом могла говорить. Ну, в общем, так, как бывает с людьми после тяжелого инсульта. Ну, вообще-то, да, они прожили всю жизнь. Она мать этих четырех детей. Ужасная, конечно, была потеря, вот, младшей дочери. Мурочка. Да. Она, насколько я вижу, вот, по записям, по письмам, после этого она уже сплошь только болеет. То санаторией, то плохо с сердцем, то, в общем. Потом погиб сын следующим ходом на войне. И, в общем, я уже ее помню, человеком тяжело больным, с трудным характером, в общем, трудным человеком. А вот что значит трудный характер? В какую сторону трудный характер? Требовательная или что? Ну, раздраженная, требовательная по отношению к Арне Ивановичу и вообще к жизни. В каком-то смысле, как мне казалось, избалованной жизнью, как ни странно. Потому что все-таки она так всю жизнь прожила, ну, вот, мучаясь бытом и детьми. Ну, и все. И все. А у нее самой были какие-то литературные интересы? Кто она была? Нет, нет, никто. Она вышла. Они женились, когда, по-моему, было по 20 лет. Ни Карни Иванович был, никто. То есть просто молодая красивая женщина? Да, просто молодая красивая женщина. И женились, и уехали в Лондон. Карни Иванович становился еще журналистом. У него было позади, по-моему, три статьи. А она так и никем не... Она родила сына, потом дочь. Потом, значит, они жили в Коколе очень. Видимо, хорошо. А потом война. Там же еще, я помню, смутно по дневникам, что там же еще была какая-то история с ее ревностью, какая-то драма между ней. Да, этого было много. Этого было много. Да, Карни Иванович. А он любил женщин, Карни Иванович? Да, он, конечно, был такой очень человек, такой общительный. Что общительный? Назовем это так. Назовем это так. Скажем так, осторожно. Елена Цезина, огромное, огромное, огромное вам спасибо за то, что вы к нам пришли за этот разговор. Спасибо большое. Спасибо, Елена Цезина. Спасибо вам за приглашение. Я старалась избежать злословия. Но просто мы говорили о разных несовпадающих мнениях. Конечно, очень трудно в одном разговоре охватить литературный путь Чуковского, Карни Ивановича, Лидии Корнеевны. Но мы старались обсудить какие-то, может быть, интересные для сегодняшнего дня поворотные сюжеты в этих биографиях. Вот я бы так сказала. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok